Воспоминания ветерана Первой мировой войны и Великой Отечественной войны Яковенко Мстислав Владимирович Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 17 мая 2015 года Часть первая Воспоминания о Первой мировой войне Конечно, мне надо было своевременно делать хотя бы самые краткие заметки с именами и датами так как прошло уже 57 лет с 1915 года когда меня призвали в армию Я тогда закончил 4 курс Московского медицинского факультета и поэтому мне было дано звание за уряд врача 2-го разряда На фронте врачей не хватало На обмундирование мне выдали 100 рублей что было маловато так как цены быстро росли Мне надо было приобрести сапоги, шинель, штаны, гимнастёрку, ремень, фуражку и шашку, саблю так как её ношение обязательно требовалось такая была форма На фронте все сдали свои шашки в обоз 2-го разряда и никто их не носил Особенно трудно было обзавестись хорошими сапогами Мстислав Яковенко 1905 год Село Мещерское Московской губернии Мстислав Яковенко 1908 год Фотография со студенческого билета Мстислав Яковенко Зауряд врач 2-го ранга Перед отбытием на фронт 1915 год Выдали литеру для получения билета на Юго-Западный фронт Куда меня назначили По дороге я заехал к своим родным на станцию Яреськи Киевско-Полтавской железной дороги Больше я билетов не брал Так как человек в офицерской форме мог садиться на любой поезд И у него билета не спрашивали Когда я в Москве одел форму То сразу почувствовал изменение отношения ко мне Все стали очень любезны Вначале вновь испеченные врачи делали некоторые ошибки Например, отдавали честь полицейским офицерам Так как у них были такие же погоны, только уже военные Но вскоре все наладилось Командированные зауряд врачи имели путевки до города Люблин Где их собиралось уже довольно много В городском ресторане заказали прощальный обед И тут же война дала о себе знать Продукты подорожали, некоторых совсем не было Обслужили ресторан поляки И мы сразу заметили с их стороны Некоторые отрицательные отношения к нам Так было и дальше на запад Зато гуцулы, западноукраинцы Относились к нам очень хорошо А поляков не любили Неплохо относились они и к евреям В конечном результате Я и мой однокурсник Барков Очень энергичный и толковый человек Попали в город Львов Здесь тоже не знали, куда бы нас приткнуть И наконец направили в автотранспортный отряд Специально перевозивший тяжелораненых С каждой боковой стороны машины Были устроены по две полки Так что машина могла перевозить Только четыре человека лежачих Мы с Барковым уже успели бегло познакомиться с городом И одну ночь перед явкой в автотранспортный отряд Нам пришлось переночевать в гостинице В отличие от наших гостиниц Нам вместо одеял дали перины Первая же поездка за ранеными была довольно тяжела Бои шли у городских озер Ясно были слышны выстрелы и разрывы снарядов немецких пушек У наших очень плохо обстояли дела с боеприпасами Берегли каждый патрон А раненых было много Они все подтягивались к городу Кто на телегах, кто на носилках А легко раненые сами шли Мы принимали раненых с носилок И отвозя в город Сейчас же возвращались обратно за новыми В небе на небольшой высоте летали редкие немецкие самолеты Они бросали небольшие бомбочки И следили за отходом наших войск На улицах Львова было очень тесно от массы транспорта Машина, на которой я ехал, чуть не попала под тяжелый грузовик Наш шофер здорово устал И хорошо, что мне удалось вовремя схватить руль И повернуть машину на тротуар Наш автотранспорт обосновался в большом здании Львовского политехникума Начальник был очень рад нам Устроил отличный ужин И притащил несколько ящиков с вином После трудового дня Мы с Барковым навалились на это угощение И крепко заснули Вдруг меня будет денщик начальника Ваше благородие, вставайте скорее Немцы входят в город Нам надо попасть на последнюю машину А то все уже уехали К счастью, удалось скачать на последнюю Действительно последнюю машину И на полной скорости уехать из Львова В направлении города Буск Не успели мы проехать и десяти километров Как у нашей машины лопнула шина А запасной не было Мы уже собрались идти пешком Как вдруг вдали показалась легковая машина Идущая из Львова Я стал среди дороги и поднял руку Машина остановилась В ней сидели генерал с адъютантом Я изложил наши обстоятельства И попросил передать первой же санитарной машине Которую они догонят Чтобы она взяла запасное колесо И ехала к нам Действительно, через некоторое время К нам вернулась одна из наших машин Запасным колесом В Буске мы попали в военно-полевой госпиталь Номер 3 Точно не помню И, наконец, через несколько дней Военно-полевой госпиталь Номер 448 Куда нас прикрепили Но ни в одном из этих госпиталей Работы не было Раненые не поступали Госпитали не стояли на месте Они постоянно передвигались В восточном направлении Со стороны Австрии Близко к русской границе Был городок под камень Здесь на некоторое время Задержался наш 448-й госпиталь Под каменье 1915 год Своё название городок получил От большого камня Скалы, расположенной Около большого доминиканского монастыря Монахи утверждали, что этот камень Нёс в своих лапах дьявол, Чтобы задавить монастырь Но почему-то выпустил его Не долетевший до монастыря Я решил исследовать этот камень И мне удалось, пользуясь Небольшими углублениями Взобраться наверх, где была Небольшая площадка Уже вечерело, и надо было Спускаться обратно Это мне сделать не удалось Опускаясь, я не видел тех выемок, Которыми пользовался влезая Вначале решили перекинуть Не пару одеял, чтобы я Переночевал на камне, а утром Что-нибудь приготовить для спуска Но кому-то пришла более Оригинальная мысль Мои товарищи растянулись в цепь Передний полез по моим следам Пользуясь углублениями Я спускал ноги, а он направлял их В эти углубления Более нижний в цепочке Проделывал ту же операцию Находящемуся ниже его И вот таким образом Меня сняли со скалы В самом монастыре мы думали Достать хорошего вина Но монахи как один Говорили, что никакого вина У них нет Они предложили нам осмотреть Монастырь, в особенности Его подземелья, проложенные В известняке Около трехсот лет назад В этой местности была Эпидемия холеры И трупы умерших клали В эти подземелья Где они отлично сохранились Только сильно высохли Непосредственной близости От городка Было владение Графа Цейтнера Сравнительно небольшой Двухэтажный красивый дом В котором расположился Другой русский полевой госпиталь Перед домом Большой розовый сад И парк Этот сад, как я потом узнал Был вырублен нашими властями Для лучшего обстрела И основной дом сожжен Граф Цейтнер Собирал коллекции трубок И монштуков А также сигар Чему мы были очень рады Кроме того У него был завод лошадей Англо-арабов Скаковых И его управляющий Охотно продавал их Так как боялся Что военные части Заберут их бесплатно Несколько молодых лошадей Купили врачи Того госпиталя Который располагался В доме-замке Они платили за лошадь По 160 рублей Я хочу сказать Несколько слов О штатах нашего госпиталя Начальником Главным врачом Был военный врач Мы с Барковым Очень сомневались В его врачебных знаниях Рецепт даже самого простого Он выписать не мог Жил он безо всякого стеснения Со старшей сестрой Завхоза я не помню Для отпевания покойников Был в штате Иерманах Августин Малограмотный Бывший кавалерист Большой лентяй Подписывался он Иерманах Августин Из врачей Неплохой хирург Фамилию не помню Два врача молодых С полным медицинским образованием Один из них Сахара Большой любитель музыки Мог играть на рояле целые дни И было так Что нам попадались Квартиры с роялем Кроме того Три или четыре Сестры милосердия Из-под камня Нас перевели На северо-восток В местечко Радзехов Здесь на многих Дверях и окнах Были записки С надписью Холера Думаю, что Большинство этих записок Было вывешено за тем Чтобы избежать Военного постоя Форма холеры С которой мне пришлось Впоследствии Столкнуться Была легкой И я не видел Ни одного Смертельного случая В госпитале Лежали Два-три больных И один раненый Взад В мягкие части Он по существу Войны не видел Его часть Передвигалась На позиции А он взял котелок И побежал К реке Набрать холодной воды Тут его и ранило Какой-то шальной пулей Наши врачи Разъехались По соседним частям У них там Оказались знакомые Вдруг меня вызывает К себе Главный врач Очень взволнованный Вот что он сказал Завтра Осматривать наш госпиталь Приезжает Великий князь Борис Кажется, что Борис Это племянник царя С этим именем Мог быть только Борис Владимирович Куликовский Мне дедушка В устных рассказах Говорил, что это был Константин Примечание внучки Ольги Яковенко А в госпитале Сейчас нет врачей Я им всем Разрешил Навестить своих Знакомых В рядом Расположенных частях Нужно найти Нужно найти хотя бы Одного А то будет скандал Поезжайте Отыщите И привозите В госпиталь Я потребовал Ординарца И с ним вдвоем Поехали искать Не имея адресов Всю ночь Мы проконетелились Никого не нашли Главврач был в ужасе И рапортовать А также водить По госпиталю Приказал мне Хотя это мог Сделать и он сам Потом мы узнали Что он очень боялся Я хорошо вымылся Холодной водой И поехал встречать Этого Бориса Который в точно Назначенный им срок Приехал к нам Это был Очень высокого роста Молодой человек Напоминавший Дядьку Николая Второго Николая Николаевича Который был В начале войны Во главе всей армии Этот Николай Николаевич Нам молодым Нравился тем Что он был Очень бесцеремонен И говорят Часто бил генералов Палкой за их провинности А этих провинностей И безобразий Было много Но Николая Николаевича За такое поведение Быстро сняли Из поста Главнокомандующего И так Я четко Отрапортовал Борису О числе больных И раненых И повел его В госпиталь Но больных Он смотреть Не пожелал А прямо Направился К тому солдату Который получил Пулю В мягкие части Без боя Я ему кратко Рассказал Об обстоятельствах Хранения Он вынул Из кармана Георгиевский Солдатский крест И налепил Его на грудь раненого Я был Очень поражен Таким оборотом Дела Но потом Мы узнали Что у Бориса Был полный карман Крестов И он подряд Их раздавал После вручения Креста Меня заменил Главврач У него Страх прошел Открытки 1916 год За подвиг Ратный Открытки 1916 год Въезд на позицию Открытки 1916 год На супостата Ночью во время розыска врачей Мне пришлось проехать Через ряд лесов Около Радзихова Все они содержались В очень большом порядке И чистоте В одном месте Дорогу перебежало Небольшое стадо газелей Это было очень красиво Несмотря на то Что была эпидемия холеры Солдаты Многих проходящих Через Радзехов частей Пили прямо Из скалей И луж На дороге И офицеры Их за это били Цель этого питья Была заболеть И избегнуть Фронта И окопов Но вот Наш госпиталь Получил приказ Переехать На другое место Мне оставили Только около Двухсот человек Больных холерой Из которых Только один Был в плохом состоянии И я распорядился Сделать для него Гроб Но утром Когда гроб Уже был закончен Больной почувствовал Себя хорошо И уже курил Собачью ножку Эвакуировал я Всех больных Без замедления Уже в Радзехове Вместо Иерманаха У нас был Нормальный Молодой священник Иерманаха Уволили за лень Отпевал Не всех покойников Из Радзехова Мы попали В Кременец Городок старинный Весь высечен В камне На его окраине Гора Королевы Бонны На вершине которой Остатки старинных Крепостных стен И огромной Глубины колодец В самом городе Во время дождей И сразу после них Бывает идеальная Чистота Вся грязь Которая выплескивается И выбрасывается Прямо на улице Или дворы Смывается водой Коспиталь Занял Самое большое здание Бывшую Духовную семинарию Следует упомянуть Что обозная команда Была превосходной Вся из татар Все сборы в дорогу Проводились Очень быстро И четко А фронт Подкатывался Все ближе Уже у нас Говорили о выезде Заведующий Хозяйством Семинария Обратился ко мне Со следующим Предложением Если при уходе Госпиталь Не сможет Захватить Все свое Ивощество То я его могу Спрятать так Что немцы Не найдут Оказывается В этом старом Помещении Существует Подземный ход Большого сечения И ведущий Куда-то Очень далеко Когда семинария Функционировала Семинаристы Уходили По этому ходу Решили Ход закрыть И чтобы никто Не подумал Его открыть На месте входа Установили Огромный Железный бак Который При желании Все же Можно было Сдвинуть При наличии Большого количества Людей Госпиталь Этим предложением Не воспользовался Примечание Мне дедушка Рассказывал Несколько иначе Их госпиталь Эвакуировался Последним Из этого городка Он отвечал За его эвакуацию Поэтому Он не мог Уйти со всеми Тогда монахи В монастыре Открыли им Подземный ход Который начинался Под купелью Старым медным баком Купель Отодвигалась А под ней Уходили вниз Ступеньки И вот уже В самом подземном ходе Была свалена Гора сухих Худых трупов Фактически мумий В старинных одеждах Монах сказал им Что 300 лет назад Здесь была холера Умерших бросали В колодец Вот они с тех пор И лежат Сейчас Прочитав эти воспоминания Я думаю Что дедушка Из двух фактов Холерных трупов И подземного хода Под баком Придумал Приключенческую историю Которая выглядела Как описано Выше в примечании Вряд ли я Могла ошибиться В том Что запомнила Уж очень романтичная История была А рассказано Это было тогда Когда я увлекалась Всякими мушкетерами Примечание Ольги Яковенко Через день-два После этого разговора В госпиталь Начали поступать Раненые В очень большом количестве Всего около 3000 человек И одновременно Требовалась их Дальнейшая эвакуация Так как немцы Могли Не сегодня Так завтра Захватить Кременец Делались только Самые необходимые Операции И началась Погрузка В товарные вагоны Мне поручили Сопровождать Этот поезд Поездка была Кошмарная Обслуживающего Персонала Почти не было Из вагона Вагон Переходить Было нельзя Поезд на станциях Не останавливался Раненые Требовали ухода Когда мы Проезжали Шапитовку То эвакопункт Не хотел принимать Наших раненых Из-за перегруженности С большим трудом Я сдал поезд И найдя подводу Сейчас же Поехал Обратно в госпиталь На встречу Мне попалось Много одиночек Потерявших Свои части Были и пьяные Которые спали По обочинам Дороги Несмотря на Плохую погоду Шел мелкий дождь Наличие пьяных Объяснялось тем Что в Кременце Были какие-то Склады спирта Или может быть Водочный завод И при приближении Немцев Было приказано Все это добро Спустить ворвы И канавы Говорили Что в каком-то Подземном туннеле Группа наших солдат Напилась до бесчувствия А потом Кто-то из них Закурил При этом Пары спирта В воздухе Воспламенились И произошел взрыв Которым Несколько человек Было убито Госпиталь наш Опять стали Передвигать И в конце концов Мы оказались Вровно Здесь диверсанты Подожгли Баки с бензином Был сильный пожар Больных и раненых Опять было мало Войны мы так И не видели Барков и я Написали заявление Чтобы нас перевели В полки Первого Перевели Баркова В Керч-Никольский полк А второго меня В 15-й стрелковый полк Железной дивизии Такое название Дивизия получила Во время войны с турками За оборону позиций На горе Шибко Где все турецкие атаки Значительно превосходящими силами Были отбиты Название стрелковой Имели далеко не все части В стрелковых частях Дивизия делилась На три полка Полк на три батальона Батальон на три роты И так далее Кроме того Эти части Снабжались хорошо Боеприпасами А в обычных Пехотных частях Дивизия делилась На четыре полка Полк на четыре батальона И так далее Командовал нашей дивизией Был начальником дивизии Как тогда говорили Небезызвестный в истории Тогда еще Генерал-майор Деникин Командиром полка Был любимец Николая Второго Флигель-адъютант Полковник Сухих Владимир Иванович Был он Любим Николаем Вторым За то, что был хорошим Для него компаньоном По выпивке Был малокультурен И очень ленив В военном деле Был несведущ Зато батальонные Командиры в полку Были очень хорошие Особенно Штабс-капитан Удовиченко Михаил Дмитриевич Уже имевший Офицерский Георгиевский крест В полку Имелся один Зауряд-врач Первого разряда То есть Закончивший Пять курсов Но еще не сдавший Государственного экзамена По фамилии Плущевский Он сразу поднял вопрос Как мы с ним разделим работу Которая по существу Делилась на две части Обслуживание передовых Перевязочных пунктов И прием в околотке То есть Проверка больных Их лечение И отправка В тыловые Медицинские учреждения Я поставил вопрос так Чтобы мне Обслуживать передовые пункты А Плущевскому Работать в околотке Чему он очень обрадовался Мы ночевали в деревне Расположенной Километрах восьми От передовых окопов Там же располагался И штаб полка Утром я решил осмотреть Передовой перевязочный пункт Мне дали очень ленивого Серого жеребца И я поехал По пути ко мне присоединились Два офицера Моего полка Мы уже проехали Километра три Как вдруг над нами Разорвалось Два шрапнельных стакана Офицеры немедленно Во весь опор Разъехались в разные стороны Я же продолжал ехать Считая, что по мне Одному не будут стрелять Так оно и было Только у моей лошади Слегка была поцарапана Грудь Шрапнельной пулей Начались кустарники И офицеры опять Присоединились Ко мне Деревушку Скорее небольшую группу хат Где расположился Перевязочный пункт Я нашел без затруднения Там было около хаты Два фельдшера И человека три санитаров Около хаты Рядом с колодцем Стояла телега С двумя лошадьми Которые с удовольствием Ели овес Из подвешенных им На шее мешков На другой стороне Большой лесной поляны Стояла наша батарея Трехдюймовых орудий Раненых на пункте не было Очень близко на запад От нас была Готовая линия Вторичных окопов Мы услыхали Далекий пушечный выстрел А затем Разрыв снаряда В направлении Той деревни Где ночевали Это повторилось С раза три А затем Мы услышали Типичный свист Приближающегося снаряда Этот снаряд Разорвался Вблизи наших орудий И как стало Потом известно Разрыв произошел При попадании В дубовый пень В результате Несколько человек Было убито И ранено Затем Снаряды Через равные Промежутки времени Разрывались Полукругом Калибр снарядов Был очень крупным Наконец По моим расчетам Снаряд должен был Угодить В нашу избушку И я скомандовал Укрыться в окопе Но не успел я Спуститься в окоп Как меня подхватило Воздухом И прижало К стене окопа Я быстро выскочил И увидел Такую картину Снаряд разорвался Между колодцем И лошадьми Он в это время Куда-то выходил И был жив Моя металлическая Складная кровать Была несколько погнута Но не без труда Удалось ее исправить Такого количества Разнообразных приключений Как в этот день У меня не было За все последующее Пребывание в полку Наша дивизия Не стояла на месте Ее все время Перемещали на новое место Полки двигались Только ночью По возможности Без шума и света Недалеко в тылу За дивизией Следовал хирургический Отряд имени Радзянка Ставшего в то время Председателем Государственной думы Другой хирургический Отряд имени Радзянки-младшего Обслуживал Какую-то гвардейскую часть Радзянки были Очень богаты Но я не знаю Целиком ли они Содержали эти отряды На свои средства Или частично В нашем отряде Работали братьями Милосердия Два хорошо мне Знакомых москвича Юрий Дилевский И Анатолий Савич Однажды мы с Плущевским Заночевали в сарае При доме лесника В очень густом лесу Мне сразу приснилось Что кипит огромный бак И я сразу проснулся Оказывается идет Усиленная перестрелка Передний край был близок И всю эту музыку Было отлично слышно Я перебрался в дом Но там было такое Количество клопов Что я сейчас же Вернулся назад Через несколько дней Нас врачей предупредили Что на рассвете Будет наступление И чтобы мы были готовы Когда уже достаточно Смерклась Наши части Стали занимать окопы Где раньше стояла Кавалерийская часть В боевом отношении Не очень слабая Стоявшие здесь Не прямо А соседней части Вступить в контакт С нашей дивизией На флангах И так же пробиваться И так же пробиваться на запад Но никто с флангов К нам не подходил Слышалась только Редкая оружейная стрельба Все же части нашей дивизии Шли на запад И пройдя 11 километров Дошли до деревни Градье Вдруг мы увидели Что к нам едет Какая-то странная карета Ее не трогали И она подъехала К штабу полка Оказалось Это почтовая карета И некоторые пленные немцы Получили письма В немецком тылу Не были информированы О нашем прорыве И их почта Ехала без опасения Но вскоре немцы Собрали все Близь расположенные части И вздумали нас окружить Со всех сторон Кругом полка Начали посвистывать пули Пришлось и мне Взять трофейный маузер Полк рывком Разорвал слабую Цепочку окружения Взял некоторое количество Пленных И вернулся ближе к реке Оказывается Соседние части И не думали Поддержать нас Офицеры дивизии Говорили Что начальники Других дивизий Не любили И завидовали Деникину За его удачливость В военных делах И это в те годы Было вполне возможно Наш полк Не ушел опять На восточный берег Стыри И расположился В лесах Западного берега Было трудно С помещением Штаб полка Расположился В доме лесника Там же ночевали И мы с Плущевским Ночью было слышно Как пули Стучали об ревна дома Но они были слабые На излете Однажды я с тремя Вооруженными винтовками Санитарами Шел по лесу К нашему передовому Перевязочному пункту Вдруг перед нами Появился отряд Человек Двести В австрийской форме Офицер Ему по-кураински И указал дорогу Пришел приказ В отношении Командира полка Лентяя Сухих Его повышали В чине Теперь он был Генерал-майором И переводили В другую часть Командовать дивизией Было решено Его торжественно Проводить И полку Дали полный отдых Мы с Плущевским Решили использовать Это обстоятельство И хорошо поесть Так как с пайком Почему-то не ладилось И мы были Наполовину голодны Наше чистое белье Хорошие гимнастерки И штаны Хранились в сундуках В обозе Второго разряда Мы туда и направились Переехав На восточный берег реки Мы наблюдали Красивую картину Стреляли Трехдюймовые пушки Что в вечерних сумерках Было очень эффектно И одновременно Играла полковая музыка Начальник обоза Встретил нас Очень хорошо Накормил Отличным обедом А через день Приехал сухих С офицерами И два дня Провел в обозе И мы с Плущевским Ухитрялись обедать Каждый день По два раза Один раз У начальника обоза А другой У сухих С его провожающими Так продолжалось Два дня И я думаю Что на третий день Мы не смогли бы Это проделать Кто-то из начальства Спросил Правда ли это Но мы отрицали Отъелись мы Здорово Но пора было Уже возвращаться В полк Я попросил Начальника обоза Дать мне верховую лошадь Но он задумался И сказал Что сейчас у него Ничего подходящего нет Вот только Разве не молодой конь Которого обозники Подобрали Раненого в грудь На поле После кавалерийской Атаки Наших частей Но конь Очень неспокойный И едва ли я С ним справлюсь Я тогда Хорошо ездил Верхом И попросил Дать мне этого коня Коня оседлали Я вскочил в седло И поскакал Хорошей рысью Конь был отлично выезжен Никаких признаков Буйства У него не было И в конце концов Я заплатил за него 50 рублей И был очень доволен Так как этот конь Неоднократно Выручал меня В трудных случаях Например При тыскании дороги Или сидя на нем Можно было Спокойно спать Что особенно Было ценно При ночных переходах И так далее Таким образом С этого момента У меня было два коня Что особенно Мне понадобилось В последствии Я не буду писать Об отдельных операциях полка Особенно серьезного Ничего не было Временно командовал полком Самый старший Из батальонных командиров Самый неспособный Фамилию я его забыл Про него рассказывали Что он провел Часть своего батальона По болотам В тыл австрийцам Откуда наши стрелки С криком «Ура» Кинулись на неприятеля Австрийцам Оставался один выход Отбежать И именно на русскую часть Стоявшую перед ними Они в панике бежали Бежала и внезапно Атакованная русская часть И все они были окружены Остатками батальона Стрелкова Австрийцев взяли в плен Но вообще вышла Довольно скандальная история И Стрелкову дали выговор Было ли так точно Я не знаю Наконец К нам прислали Нового командира полка Сафонова Это был заядлый черносотинец До последнего времени Работавший в ставке Головнокомандующего В бою еще не бывший Свою неопытность Он проявил сразу Желая показаться в полку И произнести Патриотическую речь Он собрал в довольно Широких окопах Довольно много солдат И офицеров И начал речь В это время сверху Начал сверлить Неприятельский снаряд И он лег на землю Чего никто не сделал Так как по звуку Было слышно Что снаряд идет далеко Сафонов был очень смущен Все на него смотрели Сдерживая улыбки Площевский заболел Сыпным тифом И его отправили в госпиталь Одно время в полку Я был один И было довольно трудно Ночь перевязки И отправка раненых Ночью их было Значительно больше Так как шла разведка Делали новые земляные работы Днем принимать больных В околотке Отдыхать мне времени не было Наконец полк прислали Двух врачей Одного Который был давно Еще в Одессе Приписан к полку Его фамилия была Штегман Он плохо говорил по-русски У него был денщик Из немцев-колонистов Шумахер Его в полку не любили И считали Что когда он рассказывает О каких-нибудь военных делах И говорит наши То под этим словом Он подразумевает немцев С денщиком Он всегда говорил по-немецки И очень часто звал его Штегмана уже направили В полевой госпиталь Но он там не сжился Как и в полку О его знаниях Как врача Я ничего сказать не могу Просто он их не проявлял Все шло без его помощи Второй врач был еврей Фамилии я не помню Знающий терапевт Чем сразу воспользовался Командир полка Сафонов У которого начиналась Сахарная болезнь С приездом врачей Мне удалось получить Командировку в Киев Для фиктивной закупки Гидропультов Это было в январе 1916 года И я во время этой командировки Успел жениться На что меня сильно рассердился Сафонов По возвращении меня в полк Оказывается я не имел права Жениться без его разрешения Это была для меня новость Моя жена Евгения Ивановна Сумела перевестись В хирургический отряд Радзянка И я мог часто навещать ее Так как отряд все время Следовал за дивизией И до него было Не более 10 километров Что легко было проехать На хорошей рысе верхом Вот тут-то мне очень понадобилась Купленная мною лошадь Женя Крыжановская Сестра Милосердия 1915 год Евгения Ивановна Урожденная Крыжановская С 1914 года Ушла добровольцем на фронт И была сестрой Милосердия За свою храбрость При вытаскивании раненых С поля боя Она получила Георгиевскую медаль Затем она была Хирургической сестрой В госпиталях Стоявших прямо на передовой Мой дедушка говорил Что он в жизни Не видел более смелой И готовой на самопожертвование Женщины Примечание Ольги Яковенко Женя и Мстислав Яковенко После бракосочетания 1916 год Женя Яковенко Женя Яковенко В палате с ранеными Госпиталь Радзянка 1916 год Евгения Ивановна Перенесла сыпной тиф Была стрижена наголо Поэтому носила Чапец К маю 1916 года Начали говорить О предполагаемом Наступлении Но об этом Нельзя было болтать Однажды Возвращаясь в полк Из отряда Радзянки Я был задержан Патрулем Чужого полка И меня допрашивали Почему я езжу Без разрешения Пришлось на время Прервать Мои поездки 15 мая 1916 года Мне был указан Большой блиндаж Где я должен был Развернуть Перевязочный пункт Ни один из Приехавших врачей Не желал Работать на этом пункте А Штегеман Сказал мне Что все телеги А это было Единственное Перевозочное средство Он забирает в тыл Я с ним поругался И сказал Что он будет Разговаривать С командиром полка Чего он испугался И телеги В основном забрал я У меня был Великолепный помощник Фельдшер Карнаухов Который много лучше Меня накладывал Повязки Видимо об этом Фельдшере Мне рассказывал Дедушка Он говорил Что у него Был очень опытный Фельдшер Который прошел Не одну войну И который научил В частности Его лечить Рожу облучением Поскольку тогда Это было Одно из самых Распространенных Заболеваний И лекарства От нее практически Не имелось Примечание Ольги Яковенко Блиндаж Блиндаж был расположен В отличном месте За небольшими высотками И немецкие снаряды Или сбивали верхушки сосен Или взрывались На равнине Довольно восточнее Блиндажа Некоторые снаряды Прыгали по земле И не взрывались Как потом выяснилось В них вместо взрывчатки Был песок 16 мая 1916 года Наши батареи Открыли сильный огонь По немецким позициям Стреляли преимущественно Шестидюймовые пушки Огонь вели беспрерывно Почти двое суток Затем началось Очень удачное наступление Я хотел хотя бы на час Вздремнуть После двух бессонных ночей Но в землянке На двух человек Не было покоя Земля тряслась Наконец мы получили известие Что немцы побежали Раненых больше не подносили Надо было осмотреть Неприятельские окопы И подобрать раненых Но там были не только раненые Но и спрятавшиеся Которых мы тоже забрали Вообще Неприятельские окопы Имели ужасный вид Все они были перепаханы Артиллерией В воронках от снарядов Лежали трупы Я попросил Тяпкина Нашего заведующего оружием Заснять эту картину Только у него был фотоаппарат Но он категорически отказался Снимать трупы Несколько снимков он сделал там Где трупов не было Окопы после артобстрела Фотография Тяпкина 1916 год Артиллерийские позиции Фотография Тяпкина 1916 год Наши могилы Фотография Тяпкина 1916 год Мстислав Яковенко В окопах Фотография Тяпкина 1916 год Мстислав Яковенко В окопах Фотография Тяпкина 1916 год Этот Тяпкин делал много Для полка в отношении вооружения Во время боев нам доставались Вражеские пулеметы Но под наш патрон они не годились А трофейных попадалось немного Тяпкин приспособил к этим пулеметам Наши винтовочные стволы И пулеметы заработали Хотя стволы быстро приходили в негодность Но Тяпкин их сейчас же заменял Это было очень ценно Так как по существующим правилам В пехотной части Выдавалось мало пулеметов Еще наши дубовые руководители Не доучли возможностей пулеметов В этом великолепном наступлении Организованном Брусиловым Несмотря на огромные трофеи И множество пленных Наши части не полностью Использовали наш успех Наша дивизия Как и в наступлении Настыря Выдвинулась клином вперед И через некоторое время Нам пришлось отступать На некоторые пространства Для выравнивания фронта Вот тут-то произошла Ужасная для нас комбинация Совершенно ненужная для русских Наша дивизия занимала высоты На которых располагалась Деревня Шельвова Великолепное место для обороны Деникин получил приказ От командующего армии Фамилию его я не могу вспомнить Но она была не русской Батальонные командиры Штаб дивизии говорили Что оставление Шельвова Будет величайшей глупостью И в начале Деникин Несколько раз отказывался Выполнить этот приказ Но в конце концов Вынужден был это сделать Через два дня Пришел новый приказ Взять Шельвова обратно Но дивизия сделать этого не могла Тогда начали подводить гвардию С огромным количеством артиллерии С самоходными орудиями Крупных калибров В то время мой перевязочный пункт Располагался в домике Шалаше Немецкого производства Рядом с молодыми белыми березками Этот участок земли Был отбит у немцев Во время большого наступления И они не успели разорить Своевременное сооружение Стены из кустарника Были очень жидкими Через них свободно проходил ветер Но крышу обычного дождя Не пропускало Немного глубже в лес Был второй такой же домик Где расположился Сафонов Со штабом полка Кругом довольно густой молодой лес На его краю ближе к полю На высоком дереве обосновался Артиллерийский наблюдательный пункт Домики стояли в лощинке Рядом с перевязочным пунктом Проходила дорога Еще до нашего предполагаемого Наступления ко мне Когда уже было темно Явился крупный полный мужчина Весь забрызганный грязью и мокрый Это был один из членов Государственной думы С довольно известной тогда фамилией Я сейчас не могу вспомнить Кадет, то есть член Буржуазной конституционной Демократической партии Он приехал из Петербурга Специально посмотреть На боевые действия на фронте И подъезжая к нашей дивизии Попал вместе с повозкой В глубокую яму от снаряда Где было много воды Я дал распоряжение Дать ему сухое белье Но все размеры Казались для него узкими С трудом он переоделся И попросил меня на следующий день Поехать с ним в отряд Радзянки И информировать его О существующем положении Утром он пошел к Сафонову Но тот не принял его Сказав, что все кадеты Революционеры И их нужно арестовывать Из хирургического отряда Прислали коляску С двумя лошадьми И мы поехали Во время пути туда и обратно Я информировал гостя Ничего не скрывая Постановка дела В хирургическом отряде Ему понравилась Относительно Шелевских дел Я его тоже информировал О той глупости Которую мы совершили По приказу высшего командования По приезде обратно Он сразу пошел К артиллеристам На наблюдательный пункт В хирургическом отряде Фотография Тяпкина 1916 год Наступление Открытка 1916 год В это время Ко мне зашел Деникин Поздоровался за руку По штатскому И спросил о нашем госте Кивнув головой В сторону штаба Нашего полка Он туда ходил? Да И его этот Он не называл Сафонова Ни по фамилии Ни по имени Отчеству Принял? Нет Деникин рассмеялся Я так и думал А сейчас Где приезжий? Я ему сказал И он тоже направился На наблюдательный пункт Деникин Сочувственно Относился к кадетам Возможно Что он и сам Был в партии На следующий день Началась Артподготовка Немцы слабо отвечали План был таков Слева наступают гвардейцы А справа наша дивизия Гвардейские солдаты Были на подбор Все высокого роста Молодые Отлично одетые Сразу было видно Где гвардейцы А где наш стрелок После артиллерийской подготовки Началось наступление Командование гвардии Пустило несколько полков В психическую атаку Части шли густыми колоннами Во весь рост Шагом Вот тут-то немцы И развили такую силу огня Что даже половина наступающих Не могла дойти до средней линии Между окопами Косили наших гвардейцев Бесчисленным количеством пулеметов Да и многочисленная артиллерия Поливала шрапнелью Раненых почти не было Все падали мертвыми Ни одной линии окопов Гвардейцы не взяли Наши стрелки Наступали перебежками И довольно быстро Взяли две линии окопов Потерь было не так много Но удержать взятые линии Было трудно Так как ни справа, ни слева Поддержки не было А немцев было много Сколько раз повторялась Психическая атака Я не могу сказать Но все поле между окопами Было усеяно трупами гвардейцев Шельвова так и не взяли Через два дня Немцы предложили Прервать боевые действия Для уборки Начавших разлагаться трупов Их отвозили полными грузовиками И закапывали в братские могилы Потери в людях Были ужасающие Ни одной строчки В наших газетах Не было напечатано Об этом деле Всю эту картину Видел и член Думы Армию, в которой временно Была наша дивизия Расформировали Ее командующего сменили Деникину дали корпус И далее При поддержке кадетов Временного правительства Он начал делать Быструю и удачную карьеру Удовиченко Получил второй офицерский Георгиевский крест И в 1916 году Был уже произведен Генерал-майора К нам вместо Деникина Назначили Станкевича Очень культурного И неглупого человека Штегельмана Опять куда-то перевели И вместо него Зачислили Гуринова Бориса Панкратьевича Через некоторое время Станкевич сделал Инспекторский смотр Смотр заключался в том Что инспектирующий Осматривает часть сам А затем часть выстраивается Инспектирующий Проходит перед фронтом И спрашивает У кого есть Какие-нибудь претензии Если кто-либо Жалуется То это является Большой неприятностью Для командира части Когда Станкевич Дошел до меня То я выступил Из рядов И заявил Что претензии У меня имеется Сафонова так и подкинула Какая же у вас претензия Вот уже прошло Много времени А мне не дают Хотя бы двухнедельный отпуск Я имел право Его получить Но Сафонов не давал Тогда Станкевич Приказал Сафонову Разрешить мне этот отпуск То, что я пишу Отрывочно Многое забылось Относительно Описанного промежутка Времени в полку Могу добавить Что мне в санчасть Были присланы Две дрессированные Санитарные собаки С сопровождающим Использовать их Нам не удалось Но однажды После одного Из удачных наших наступлений Я проходил Около опушки леса И вдруг Обе собаки Начали рваться С поводков В направлении Широкого углубления В земле Заваленного ветвями И сучками Оказывается Там прятались немцы В ожидании ночи Их было Около 15-20 человек Без оружия Мы их забрали Возвращаясь После отпуска Я узнал Что дивизия Переправлена В Румынию На восточный склон Трансильванских Альп Граница с Венгрией Поезд Был сильно перегружен Купе для двух Нас ехало Шесть человек У меня Нашлось два попутчика Офицера Возвращавшихся В ту же дивизию В Ясах Комендант Отвел нам ночевку В еврейском семействе К евреям Здесь относились Нехорошо Когда наши хозяева Узнали Что мы русские Они просто не знали Как нам угодить Дошло до того Что постельное белье И одеяло Они нам дали Несмотря на наш протест Из приданого дочери Угощали чем только могли На следующий день Или через день Я не помню Мы поехали По особому маршруту Небольшой паровоз Тащил всего два вагона Причем эта дорога Чем дальше Тем более принимала Дикий вид По узким карнизам Скал Через многочисленные Туннели Мелькали красивые Горные виды Нас в офицерском вагоне Ехало мало Из местных Один румынский полковник Который гостил Нас замечательным коньяком Из винограда Собственного сада Эта любезность Произвела на нас Хорошее впечатление Так как это был 1916 год И Румыния Собиралась перейти На сторону немцев К русским вообще Начали относиться плохо Военной помощи Нам Румыния Почти не оказывала Армия ее Была очень слаба И не стойка Наконец мы приехали В какой-то маленький городок Название вроде Терга Окны А оттуда На лошадях Поехали в дивизию Штаб моего 15 полка Был расположен Довольно далеко от фронта Тянущегося по склонам Довольно высоких гор Высотой в километры более По гребню гор И далее Были венгерские земли И там стояли немцы До перевязочного пункта Можно было доехать По узкоколейке По которой перевозили Срубленный лес С гор Эта узкоколейка Тянулась на 21 километр Станции не было Просто надо было Поднять руку Паровоз притормаживал И пассажир садился Перед тем как ехать Я достал карты И по ним тщательно изучил Местность и название гор В районе дивизии И вот я стою На узкоколейке И поднимаю руку Подходит паровозик С несколькими пустыми Платформами для леса Паровоз толкает сзади На передней платформе Будочка А перед ней скамейка На скамейке Два генерала Один Станкевич Другой полный и дряблый Только что назначенный В помощь Станкевичу Я думаю для слежки за ним Бригадный генерал Иванов Станкевич указывает мне место Садится рядом с собою И спрашивает Иванова Ваше превосходительство Скажите Как называется гора В направлении которой мы едем Иванов не знает Тогда Станкевич спрашивает меня Я называю И так мне приходится Перечислять название всех гор На склонах которых Расположена наша дивизия Иванов не знает Ни одного названия Почему доктор знает А вы Бригадный генерал Не знаете местности Где расположены Наши войска И начал Честить Иванова Через несколько дней Иванов был отчислен Мы приехали На конечный пункт Здесь стоял Довольно объемистый Деревянный дом Где было уже Несколько наших офицеров А затем ночью Их явилось так много Что спать было невозможно Я перебрался в скалы А затем в перевязочный пункт Расположенный выше На склоне горы Работы было немного И я много гулял Местность была покрыта Сосновым лесом Среди которого Были небольшие озера На дне одного из них Мы нашли алюминиевую лодку В которой можно было покататься Я практиковался В стрельбе из нагана Наступление дивизии Прошло удачно Были захвачены вершины гор С каждым днем Я чувствовал себя все хуже Быстро начала развиваться Симметричная аллопеция И меня эвакуировали Как больного Облысение Симптоматическая форма Облысения Аллопеция Может развиться В результате Различных патологических Процессов Как общих Так и местных Выпадение Или поредение волос Наступает часто После острых Инфекционных заболеваний После родов Операции А также При эндокринных Расстройствах Тиреоидиты Где условия Для моего лечения Были превосходные Это был декабрь 1916 года Мой папа Перевел меня на работу В российский Красный Крест Но там я По существу Не работал В первом случае Из госпиталя Ушел хирург Штарк А я ведь был Только студентом Четвертого курса И операции делать Не имел права Во втором случае Меня командировали На санитарный поезд Которого я дожидался Пять дней На станции Дубна И вернулся обратно В Киев Это была первая половина 1917 года И я получил Извещение Что от военной службы Свобождаюсь И направляюсь В университет Для прохождения Пятого курса Медицинского факультета 4 февраля По старому стилю 17 февраля По новому Родилась дочь Мстислава Владимировича И Евгения Ивановны Мира Имя ей дала Евгения Ивановна Так как находясь В войсках на Балканах Ей там понравилось Это южнославянское имя Примечание Ольги Яковенко Судьба Некоторых людей После моего отъезда Из полка На мое место Был назначен Касауров С которым С 1926 года Я работал В Москве Он мне рассказывал Что Сафонов Был расстрелян В 1917 году Когда организовывались Солдатские комитеты В войсках Врач Гуринов Работал в институте Рисмана К нему заходил Бывший наш фельдшер Корнаухов Он закончил Медицинский факультет И работал Врачом-хирургом В Одессе В хирургическом Отряде Радзянко Одно время Во второй половине 1915 года Работал Врач-хирург Нунберг Который По его словам Закончил В Италии Смертность При его работе Была Как говорили 120% То есть Он иногда Делал операции Тем Кто в этом Не нуждался И после его Ножа Оперируемые Умирали Персонал Отряда Подал Соответствующее Заявление Нунберга Сняли И прислали Хорошего хирурга Волкова При котором Смертность Резко сократилась Но Нунберг Продолжал Заниматься Частной практикой Я сам Видел его Объявление На Владимирской Улице В Киеве Около Золотых Ворот Барков Быстро Выдвинулся Как человек Очень энергичный И живой Он женился Это была Не первая Его жена На женщине Которая Одно время Жила С Ягодой И имела От него Дочку Барков Был в генеральском Чине И ведал Санитарной Частью Всей нашей Погран Охраны После ареста Ягоды Барков И его брат Были арестованы И судьба Их дальнейшая Не была Известна Надо только Подредполагать Что он В тот период Когда уничтожали Самых преданных Коммунистов И героев Гражданской войны Блюхера Тухачевского И других Был также Арестован Даже его Заместитель Ежов Которого Я хорошо Узнал В 1944 Году Ничего Не мог Мне о нем Сказать Кроме Того Что Барков Был Прекрасным Работником Однофамилец Николая Ивановича Ежова Наркома НКВД В 1936 1938 Году Примечание Дочери Мира Мстиславовны Яковенко Плущевского Я видел В Шишаках Он там короткое время Был врачом В районной больнице В отношении меня Он был кем-то Отрицательно настроен И я с ним Не мог поговорить По душам О наших Общих знакомых По полку Фотографии Жени Крыжановской Жени Крыжановская В центре слева Война 1914 1916 1916 Год Фотографии Жени Крыжановской Жени Крыжановской С подругой Катей Война 1914 1916 1916 Год Фотографии Жени Крыжановской Жени Крыжановская С персоналом Госпиталя Война 1914 1916 Год Фотографии Жени Крыжановской Жени Крыжановской Жени Крыжановская С персоналом Госпиталя Война 1914 1916 1916 Фотографии Жени Крыжановской Жени Крыжановская Жени Крыжановская Между подруг Война 1914 1916 1916 Год Фотографии Жени Крыжановской Жени Крыжановской Жени Крыжановской Между подруг Война 1914 1916 1916 Год Фотографии Жени Крыжановской Жени Крыжановская Война 1914 1916 1916 Год Фотографии Жени Крыжановской Жени Крыжановской Женя Крыжановская. Война, 1914-1916 год. Вы слушаете воспоминания ветерана Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. Яковенко, Стислав Владимирович. Конец первой части. Читал Олег Лобанов. Продолжение следует.